Я освободил, на Небо дверь открыл, Я тобой живу, как мой нож, и каждый день. Ты, Отец всего Твоения, Воскресший Божий Сын, Первый восставший сей вина, И твой дом, пустой сейчас, Твой народ освободил, На Небо дверь открыл, Я тобой живу, как мой нож, и каждый день. Хорошая песня. Слава Богу. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, еще раз. Шаббат шалом, это Евангелие в последнее время, И с вами Игорь, служение Дома Господнего. Еще раз благодарим вас за совместное участие в деле благовестия. Да, говорил, что еще есть время для одного видео, И я-то говорить все же особенно в этом видео много не буду, Потому что это видео будет иметь две части, Я сейчас немножко поговорю, И потом мы посмотрим само видео. К сожалению, у меня нету ссылки на это видео, Если я найду, то я установлю, Но пока у меня нет, Но вы можете его посмотреть, Не то, что вот в этом видео будет так, Как показано в этом видео, Будет вот в последнюю седьмину, Вернее даже вторую часть этой седьмины, Во времена Антихриста, Потому что мы сейчас будем говорить О самом последнем времени, Но это видео как, Ну я не знаю, Про образ того, Что в принципе может быть, Потому что интересное видео, Действительно интересное видео, И в какой-то мере я соглашусь, Не со всем, что сказано в этом видео, Но с большей части даже, Я соглашусь, Но как оно будет, Доживем, узнаем, Хотя кто-то скажет, Как доживем, Может быть, Господь сохранит нашу жизнь, Но мы же будем восхищены до великой скорби, Но посмотрим, будем или нет, Сохранит нам Господь жизнь или нет, Когда будет церковь восхищена, Я понимаю, разные мнения есть, Я сейчас не хочу опять-таки касаться этого опроса, Я сказал, что самое главное, Опять-таки, пока мы можем возвещать Евангелие, Мы будем это делать, И мы благодарны, Еще раз повторюсь, За совместное участие в деле благовестия, Когда мы можем возвещать Евангелие, Но время, в которое мы живем, Оно действительно очень интересно, И хоть я считаю, Что мы только-только подходим к началам болезни, Только Бог знает, Как сказано, У него времена и сроки, Но признаки мы видим, И, конечно же, Израиль, Как точные божьи мировые часы, Мы можем немножко говорить, Насколько близко мы подошли, А мы близко подошли, Поэтому, Перед тем, Как мы посмотрим это видео, Очень много толкований, Огромное количество мнений, Огромное количество разных видео, И я понимаю, Я понимаю, Писание не запрещает нам рассуждать на эту тематику, Даже Писание позволяет Высчитать это число, Три шестерки, Кто имеет мудрость, А мудрость нужно просить, Она у Бога, Так же, Как и милость, И это действительно благословение, Но не то, Что застряться на этом, И только об этом думать, И везде видеть три шестерки, Нет, конечно, Спокойно жить, Спокойно служить Господу, Просить, Чтобы Он научал нас молиться, И особенно в это время, Выставить приоритеты, Правильно поправить свои святильники, Ибо время действительно интересно, И мы знаем, И мы знаем, Что и дьявол в последнее время, Как рыкающий лев, Чтобы убить, Украсть и погубить, И даже избранных, Это то, Что мы сегодня видим, Что происходит даже и внутри народа Божьего, Но все же наблюдаем, И все же рассуждаем, И эта тематика, Она всегда интересовала, И в Писании ученики апостолов Спрашивали о последнем времени, И мы имеем пророческие книги, И имеем книгу Откровений, И отцы церкви об этом, Кстати, Немало писали, Именно, Именно о последнем времени, Да, Они немало рассуждали, И о антихристе, Но они также, В первую очередь, Ждали Христа, Как и мы, Ждем Христа, А не антихриста, Но антихрий придет так же, И Писание об этом говорит, И мы изучаем, Священное Писание, Но пускай и не будем ужасаться, Паниковать, Да не будет это в нас, Но спокойно славить, И прославлять имя Творца, Имя Господа Бога нашего, Иисуса Христа, Поэтому, Как оно будет, Что ж, Мы узнаем, Да, Я сказал, Есть много толкований, И Писание говорит, Что когда эта метка, Метка зверя, Она будет введена, Она будет введена, Как я понимаю, Во второй части, Во второй части, Последней седьмины, Когда сын погибли, Откроется, Как антихрист, И он захочет сесть в храме, Который он, Ну, Не то, Что построит, Даст разрешение, Иудеям построить его, Храм физически будет отстроен, Мое мнение, Что когда антихрист, Заключит мирный договор, С Израилем, То, Что мы сегодня видим, Так называемые, Мирные договора, Авраама, Это только отголоски, Но, Опять-таки, Все будет и на Израиле, Потому что пророчество на Израиле, Иерусалим объявит столицу мира, Но это будет все после войны, Поэтому то, Что мы сегодня видим, Включая войну в Украине, А украинская война, Она очень сильно отличается от войн, Даже в Ираке, В Афганистане, Это действительно, Я считаю, Начало войн Гога, Им нужны войны, Потому что им нужно полное разрушение всего, Чтобы вот пришел тот, Который как спаситель, Миротворец, Освободитель, Тем более, Который как бы, Поразит медведя, И эту угрозу завоевания, Гогу, Мира, Он отведет, Но, Они должны прийти на полном разрушении, То есть, Антихрист, Он придет, Практически, На полном разрушении, Чтобы, Дать надежду, В кавычках, Отстроить новый порядок, Именно новый мировой порядок, Это электронная система, Система искусственного интеллекта, Это электронные деньги, Полный контроль, Но в начале, В начале, Первые три с половиной года, Он не будет открываться, Хотя, Я думаю, Что гонения, Они пойдут, Гонения сейчас, Вот даже в Америке, Мы видим, Все усложняется, Усложняется, Но, Я думаю, Что гонения будут, Но полностью, Вот это время, Которое, Иисус сказал, Его не было до создания мира, И не будет боли, То есть, Оно, Именно вторая часть, То, Что называется, Великая скорбь, Ну, А для Израиля, Это как бедственное, Время Якова, Которое приведет, К покаянию Израиля, Опять-таки, Где будет церковь, В это время, Не хочу касаться, Этого вопроса, Я говорю, Что есть много, Разных толкований, Восхититься до Великой скорби, Там, До, В середине, Или в конце, Будет проходить, Великую скорбь, Или Бог укроет, Где-то, Здесь, На земле, В принципе, История повторяется, История, Колесо, Ничего нового, Под небесами, Действительно, Нет, Мы увидим, Но время будет, Жесткое, Время будет, Действительно, Страшное, Но все, Что мы видим, Еще раз повторюсь, Все делается, Для того, Чтобы привести, Антихриста, К власти, То есть, Им нужна база, Им нужна база, То есть, Чтобы люди решили, Поняли, Ну, Вернее, Не люди, А кто как бы правит, Что уже такое устройство, Которое, Вот, На сегодня, Оно не подходит, Поэтому все эти разработки, Ислоном, Масками, Эти спутники, Которые они посылают, Оно не для интернета, Для того, Чтобы контролировать потом то, Что они будут вводить, Как метка зверя, Но вот, Что это такое? Что это такое? То, Что вот в этом видео, Сейчас увидите, Изотропные лучи, Невидимые, Или это действительно, Как чип, Или же кто-то говорит, Должна быть изменена, ДНК, Как они это сделают, Кто-то даже называл, Что это будет, Как какая-то там, Не хочу называть это, Потому что буду блокирован, Мы не знаем точно, Но Бог сказал, Что тот, Кто примет, Эту метку, Он уже не сможет, Просто не сможет покаясь, Вполне возможно, Что будет какое-то изменение, На уровне ДНК, Я не знаю, Как, То, Что вот даже, Маски, Его программы, Neuralink, Когда они хотят, В мозг поставить, Этот чип, Как оно изменит, Состав человека, Я не знаю, Может с этим, Что-то будет вводиться, Это будет комбайн, Вместе, Мы не знаем, Но знаем точно, Что тот, Кто примет эту метку, Он просто не сможет, Он не сможет, Просто покаяться более, Поэтому подготовка, Конечно, К этому всему ведется, И мы это видим, И как бы, Под хорошими лозунгами, Что помочь больным, Что вот тот, Кто ходить не может там, Или еще что-то, Не слышит, Не видит, Поставить, Там в мозг чип, Он начнет видеть, Слышать, Ходить, Я понимаю, Все очень хорошо звучит, Но, Но цель, Цель-то, Это уничтожить человека, Неужели мы это не понимаем, Дьявол, Он очень хитер, Он приходит, Как ангел свет, И то, Что же многое сегодня, Даже когда электронные деньги, Они ведут, И вот сети, Сейчас биткоины, И так далее, Это же проверка, Это все мониторинг, Это не то, Что там, Какие-то люди умные, Все это придумали, А ну все, Мониторинг идет, И проверка, Конечно, Все будет по-другому, Что это будет, Но полностью контроль, Но цель, Опять-таки, Сделать все, Чтоб человек не познал, Иисуса Христа, И вот книга Откровений, В 13 главе, Немножко об этом говорится, Я буду читать 16 стиха 13 главы, Смотрите, И он сделал то, Что всем малым и великим, Богатым и нищим, Свободным рабам, Положено будет начертание, На правую руку их, Или на чело их, И что никому нельзя будет, Ни покупать, Ни продавать, Кроме того, Кто имеет, Внимательно слушайте, Это начертание, Или имя зверя, Или число имени его, Здесь мудрость, Кто имеет ум, Тот сочтит число зверя, Ибо это число человеческое, Число его 666, У Антихриста будет духовная поддержка, То есть, Будет повторяться все, Что сделал Бог через Иисуса Христа, Тоже будет лжепророк, Тоже назван зверем, Будет духовная поддержка у Антихриста, Мы никогда касались, Никогда не касались наших видео, Не снимали о двух свидетелях, Может быть это в какой-то другой раз, Не знаю в какой, Но еще вот 15 стих, Я не читал его, Смотрите, И дано ему, Было вложить дух в образ зверя, Чтобы образ зверя, И говорил, Действовал так, Чтобы убиваем был всякий, Кто не будет поклоняться образу зверя, Здесь, я думаю, Все же сказано, Вот именно здесь, Как об искусственном интеллекте, Потому что много, Что будет заменено, Роботизировано просто, Это то, Что сегодня мы видим, Как они создают, Практически, Я думаю, Не будет отличаться, Как бы тело человека, Действительно настоящего, От той машины, Которую они сейчас создают, Все эти генетические опыты, Они продолжают проводиться, То, Что Бог ненавидит, Связано со стволомыми клетками, Опять-таки, Все как бы в медицинских целях, Но понятно, К чему они ведут, То есть цель дьявола, Уничтожить человека, Чтобы он просто не познал Господа, Чтобы он не спасся, Поэтому, Как это будет работать, Как это будет выглядеть, Может быть и увидим, А если нет, Ну это больше благословения, Ну давайте посмотрим это видео, Это то, Что мы видим на сегодня, Но я говорил, Еще расскажу, Пока Америка, Еще будет жива, Пока, Какой бы слабый доллар, Не был, Но он все же есть, Бумажный, Нового мирового порядка, Не будет, А с разрушением Америки, Это начало, Практически, Очень скоро, Установление нового мирового порядка, Я не думаю, Что Америка будет счастьем, Но у мирового порядка, Поэтому, Я считаю, Что это та блудница, Вавилон, Физический Вавилон, Которого они с Патрахани сожжут, Так, В принципе, Ну я уже сказал своими словами, Сказано, Плоть ее сожжет, И да, Я считаю, Что храм физически будет отстроен, На том месте, Где сегодня стоит, Так называемая, Исламская, Часть, Архитектурная, С Аляксой, Да, И именно на храмовой горе, Хотя многие считают, Там рядом будет, Или стена к стене, Не знаю, Но исламская война впереди, Я думаю, Что это будет причиной, Снос ее, Как они ее снесут, Ну может быть даже сделают так, Что сама арабская ракета Попадет туда, Я не знаю, Но храм будет отстроен, Потому что дьявол захочет, Чтобы его имя проставилось, Именно в храме, В храме всегда прославлялось, И должно прославляться имя, Йод, Хей, Вавхей, Бога, Яховы, Поэтому так как дьявол сильно поделось, Он захочет, Чтобы ему стали поклоняться, Чтобы его имя через антихриста, Прославился, Поэтому антихрист сядет в храм, И жертвы он прекратит, Через три с половиной года, После отстройки практически храма, Ну, Начало оно вообще, С подписания договора с Израилем, Иерусалим, Столица нового мирового порядка, Ну, Нужно будет некоторое время, Я думаю, Что девять месяцев до года, Храм будет отстроен, Потому что все принадлежности, В принципе, Уже готовы, Ну, А дальше уже мы точно знаем, Точно знаем, Останутся семь лет, Но вот когда начнется, Это последняя семья, Мы не знаем, Но я думаю, Что мы близко, Но я сказал, Основные признаки, Война в Украине, Это признак, Далее, Я считаю, Что это будет война с Турцией, Падение Тамаска, Разрушение полностью, Ну, Будет мировая война, И атака на Израиль, Вот появится, Хотя я думаю, Что он уже появился, Но я думаю, Что он еще не подрос, И его придут в власть, И установят новый мировой порядок, Ну, И разрушение США, Но самое большее, Пятки, Я говорил, Еще раз скажу, Это Израиль, Как явный признак, Определение, Насколько близко мы подошли, К этому времени, Благослови Господь, Еще раз благодарим, Благодарим вас за ваши молитвы, За вашу поддержку, За всю помощь, Давайте мы посмотрим это видео, И оставляйте свои комментарии, Что вы думаете? Если хотите поделиться этим видео, Поделитесь, Я сказал, Что ссылки оригинала на это видео у меня нет, Если я найду, Я ее выставлю, Если вы захотите подписаться, Подписывайтесь на канал, Подписаться, Отписывайтесь от этого канала, Я не хочу, Чтобы кто-то нервничал, Из-за наших видео, Мы рассуждаем, И благослови Богу, И мы также еще раз скажем, И говорим, Слава принадлежит только Богу, Слава только Богу, И шалома, Аминь. Приветствую, друзья. Уверен, что сегодня практически каждый слышал о таком массовом нововведении, Как чипирование. Пока, конечно, оно более всего распространяется в Америке и Европе, Но другие страны также не собираются отставать, Потому что проект «Новый мировой порядок» является глобальным. Если вы до сих пор не слышали информацию об этом, То обязательно изучите. А сегодня речь пойдет не только о чипировании, Но и о изотопных татуировках, Которые, в отличие от чипов, Не видны человеческому глазу, И по сравнению с ними, Имеет гораздо более широкий функционал По управлению людьми. Поехали. Вот он, дивный новый, мать его, мир. Уже на пороге. Массовое чипирование начато. Как всегда, под самыми благовидными предлогами. Для удобства граждан, Которые могут более не заморачиваться Ношением с собой кучи документов И даже одной пластиковой карты. А мановением руки, в которую вшит чип. Например, осуществлять любые платежи От коммунальных услуг или покупок в супермаркете До оплаты проезда в метро. О том, что это представляет возможность контроля за человеком И во всей остальной его жизнедеятельности, Благоразумно умалчивается. Зачем беспокоить будущих биороботов, Пока что ни о чем не подозревающих И с радостными возгласами, Идущих по дороге в цифровой ад, Где все они станут заключенными концлагеря. Кстати, судьба не лишена иронии. Миниатюрные чипы для людей Почти ничем не отличаются от имплантов для животных. Небольшой датчик размером с рисовое зернышко Чаще всего вживляют в ладонь. Обычно в зону между большим и указательным пальцами. Использовать скальпель при этом не нужно. Устройство вводят с помощью специальной иглы для чипирования. Крупнейшая в Великобритании организация работодателей И основной профсоюзный орган Забили тревогу в связи с перспективой Внедрения в британских компаниях Микрочипов для повышения безопасности. Британская фирма Biotech Которая предлагает импланты для бизнеса И частных лиц Уже установила 150 имплантов В Великобритании. И это только официальные данные. Неплохая перспектива в кавычках, согласитесь. А теперь представьте, что Помимо этого блага, которое вам предлагают Вас будут контролировать. Чип будет воздействовать На отдельные участки мозга И вы даже не будете думать, что Кто-то внедряет вам мысль в голову. В общем, поехали дальше. Если чип мы еще как-то можем увидеть И дать согласие на то, чтобы его ввели, То есть еще одно средство, Которое позволяет начать вами управлять. Это изотопная татуировка. Изотопная татуировка Это, по сути, наночастотная программа, Которая встраивается напрямую в ваши ДНК и биометрию. И с помощью этой программы Некий оператор Будет подавать вам те импульсы, Которые выгодны ему. По сути, это чип нового поколения, Который не является физическим. Новый чип может быть изготовлен Путем нанесения лазерной татуировки На кожу человека или животного. Этот чип не нуждается в питании От постороннего источника энергии, Так как состоит из живых клеток, Которые функционируют естественным образом. При нанесении методом штрихового козирования Этот чип не виден для глаз, Но распознается сканером. При нанесении штрих-кода на лоб или руку человека Происходит определение Индивидуального алгоритма функций его мозга Через рецепторы кожи, Идентификация и подключение К мировому компьютеру зверь Через систему спутников на орбите Земли. Воздействие на психику человека Через заключенный чип Не приводит к контролю над его сознанием. Чип может быть соединен Только с ограниченным числом нервных волокон И воздействие его на макроскопические участки мозга Таким образом будут ничтожены. Кроме того, рекламируемая возможность питания Этого чипа за счет перепада температур В некоторых зонах человеческого тела Ложь. Воздействие на любой участок мозга Или на весь мозг человека Электромагнитным излучением Через систему спутников Дает обширнейший спектр возможностей. Во-первых, человека можно ввести В состояние стресса, меланхолии. Заставить его слышать Радиопередачи местных станций. Внушать определенные действия. Повторять ему неизвестные тексты На неизвестных языках. Довести подопытного до самоубийства. При этом самому человеку И его родственникам Внушать, что все это галлюцинации. Следствие психического заболевания. Если бы слуги антихриста Объявили заранее о своих намерениях По поводу революции во Франции Или России. Убийств царей и многих миллионов верующих И захвата власти во всем мире. Кто бы позволил им это сделать? Старец Фадей Витамницкий сказал Наложение печати Будет осуществляться Невидимыми лазерными лучами. Это клеймо будет невидимым Для человеческого глаза Но доступным для лазерных компьютерных лучей. Только при помощи этих лучей В магазине будет считываться информация О том, сколько денег имеется на счете. А стоимость купленного товара Будет высчитываться моментально. Все операции будут совершаться без денег. Фадей Витамницкий Духовные ученики Сегодня практически все страны Говорят о том, что будет осуществляться И планомерно осуществляется сейчас Переход на цифровую экономику. Но что это будет означать для нас? Удобство или рабство? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!